Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на канале Мейстер Мейстер мы с вами поговорим вот о таком небольшом ноже производства американской компании Zero Tolerance, имеющим индекс 0.230. В этом ноже использованы классические решения, которые в настоящее время можно было бы назвать несовременными, если бы автор не приложил к ним руку, сохранив в ноже классический стиль середины 20 века, но применив современные инженерные решения, материалы и технологии изготовления. Zero Tolerance 0.230 это первый в истории компании складной нож с замком Slip Joint. Такие замки используются на всех многопредметных ножах компании Victorinox, то есть являются абсолютной классикой рынка складных ножей последние 150 лет. Впрочем, реализован этот замок совсем не так, как на швейцарской классике. Здесь отсутствует традиционная для швейцарцев пластина, выполняющая роль упора клинка в открытом положении. Вместо нее современный упорный штифт. Такой вариант заметно легче и не менее надежный. Я уже очень давно имею дело с ножами на Slip Joint, однако должен сказать, что здесь Slip Joint работает очень необычно и это крайне здорово. Обычно Slip Joint заставляет клинок вот из этого положения захлопнуться практически сразу. Автоматически долетает, потому что здесь есть пружина, которая немножко подталкивает нож из этого положения, чтобы он закрылся. Это достаточно опасно, потому что можно легко сложить нож себе на пальцы. А тут ничего подобного, все происходит очень контролируемо до самого последнего момента. Это здорово. Рукоять ножа состоит из двух карбоновых накладок и титанового спейсера, анонированного в синий цвет. Современные тенденции ножестроения велят конструкторам не использовать стальные лайнеры, если рукоять ножа сделана из карбона, так как прочности этого материала вполне достаточно даже для выполнения тяжелой, нецелевой для ножа работы. Однако у этого джентльменского ножа лайнеры все-таки есть, так как они являются частью замка. Еще одной особенностью замка является возможность удерживать клинок ножа в полуоткрытом состоянии под углом 90 градусов к рукояти. Это тоже сильно напоминает возможности швейцарских ножей. Достигается это за счет того, что на клинке сделано три выемки под шарики детонта с каждой стороны клинка. Пара для закрытого положения, пара для открытого и павара для полуоткрытого. Благодаря такой конструкции клинок очень мягко двигается внутри рукояти и достаточно надежно фиксируется в закрытом, открытом и полуоткрытом положении. Клинок ножа выполнен из современной порошковой стали CPM 20CV. Форма клинка заявлена производителем как шипфуд и обладает абсолютно прямой режущей кромкой. Кончик ножа в значительной мере скруглен, что делает обращение с таким ножом более безопасным в бытовых работах и соответствует концепции небольшого помощника на каждый день. Конечно, пробивающую работу таким клинком не сделаешь, но пробивать что-либо небольшим ножом длинной клинка всего в 66 миллиметров и массой в 51 грамм вряд ли придется. Нож лишен каких-либо механизмов, позволяющих открыть его одной рукой. Здесь есть только классический ногтевой зацеп на клинке, который используется на складных ножах с начала 19 века. Такое решение выводит продукцию из-под запрета в тех странах, где ножи с одноруким открыванием находятся вне закона. Кроме того, это решение соответствует концепции классического складного ножа. Но, впрочем, немного приспособившись, этот нож можно и открыть, и закрыть одной рукой. Стоит также обратить внимание, что, как и все классические складные ножи, этот нож лишен клипсы. Впрочем, нож имеет весьма скромные габариты и его совсем не обременительно просто носить в кармане. Он, к примеру, прекрасно входит даже в карман для зажигалки на классических моделях джинсов Levis. Ну а для тех, кто опасается выронить нож из кармана, есть возможность закрепить его страховочным шнуром или цепочкой за специальное отверстие, которое сделано в спейсере ножа. Нож Zero Tolerance 02-30 – это реализация классического складного ножа, которое сделано на современный лад и представляет собой не только утилитарный инструмент, а своего рода предмет престижного потребления. Не последнюю роль в успехе этого ножа играет его легальность на некоторых рынках, куда закрыт доступ основной массе продукции этого производителя. Кроме того, сегмент потребителей в виде пожилых людей с высоким уровнем достатка, которые могут позволить себе дорогой аксессуар в виде складного ножа, также воспринял новый нож от Zero Tolerance с энтузиазмом, так как он позволяет им приобщиться к миру дорогих, красивых и современных складных ножей, не меняя старых привычек. Вот такой он Zero Tolerance 02-30. А с вами был Заливаха специально для канала Мейстер Мейстер. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok